Друзья, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и перешли к техникам мануальной коррекции позвоночника. Конкретный случай, если у нас ассиста отросток повернут в бок, то нам его надо поставить обратно. Чаще всего, если это грудной и плесничный отдел, то это ротация. То есть вряд ли он сдвинут вот туда, все-таки ребра его держат. Для этого, ну вообще для всех позвонков, простой принцип, запомните. Если сдвинуть, ну я даже не буду говорить, специальными терминами, вот просто в эту сторону сдвинуть, значит нам надо его поставить обратно в противоположную сторону давить. Ну, грубо говоря, наш скелет, как конструктор, если нос выбери влево, то надо вправо, вдаль, чтобы он стал обратно. Так же и с позвоночником. И поэтому не бойтесь, что вы причините какую-то травму. В принципе, это возможно, травма, да, но это очень редкий случай. Гораздо проще человеку помочь, чем навредить. Чтобы навредить, это надо прямо вот силой что-то делать и так. Это что-то прямо надо аж постараться вот так вот сделать. Но основной принцип, чтобы позвонок, вышедший вот в эту сторону, встал обратно, ему нужно сделать вакантно-свободное место с противоположной стороны. Для этого мы ткани с противоположной стороны позвоночника размягчаем, чтобы не было спазмов. Убираем все вот эти вот блоки, да. После этого движение наше будет организмом человека, ну, соответственно, вниз, вверх, да. Давим не просто вбок, а чуть-чуть вверх. Под цирки градусов, примерно, в этот позвонок. А противоположен позвонки над ним, мы должны растянуть. То есть мы растягиваем, давая ему эту возможность. Растянули, потом одновременно. Вот так вот вставили. Но, к сожалению, этот позвоночник у нас эскизи, это не мобильный. Он не поворачивается. Ну, условно, чтобы, как я вам показывал, показано, да. Вот позвонок ушел, видите, вот чуть-чуть влево повернут, тратирован, да. Нам надо будет давить вот сюда, любым местом. Вот эта, например, косточка, да. А вот эти позвонки подтянуть вверх, то есть задать ему распрямление. После этого он встанет. То же самое сейчас покажу для поясницы и для шеи. Вот, например, смотрите. Чупаем пациента. Желательно запасить фломастером. И первая самодиагностика. Положите его ровненько, чтобы видно было, как в прицел. Пятки должны лежать на одном уровне. Ость позвоночника должна быть на одной линии. Крестцовую кость должен быть тоже на одном месте. Например, видно, что завален таз налево. И пятка, кстати, тоже чуть-чуть была налево. Позвоночник почти прямой, но для большей четкости попросите пациента упереться лбом вниз или в дырку лечь. Да, в дырку мы скажем. Пуще будет туда. Желательно ему лопнуть пониже, да. Чтобы распрямили шейные позвонки. Если человек неудобно лежит, криво лег, да, на фу, вы сами его подравняете, потяните. И вот у него видно, что вот эта реберная дуга, она больше упирает справа, чем слева. Позвоночник почти ровный, но есть кое-какие искажения. Вот я уже вижу вот здесь. Соответственно, отмечаем остистые позвонки. Тут может быть погрешно, потому что кожа сдвигается, но можно не попасть. Вот этот чуть-чуть получается. Блок ушел, двоих ушло вправо. Условно все позвонки сейчас не будем в демонстрационных целях показывать. Чтобы проверить искажения позвонков, вам надо не один щуп из позвонок, а обязательно сравнивать с соседними, с верхними и нижними. Потому что по одному позвонку вы никогда не сможете точно определить. Ну, только можно в приближайшем, при большом опыте. Так, вот позвонок. Справа, да? Слева, да? Слева, да? Так, ну там уже... Получается вот этот ушел влево, этот вправо, да? Здесь вот эти два чуть-чуть повернуты больше влево, а эти два чуть-чуть вправо повернуты. Как я вам говорил, всегда будет по закону компенсации, если какие-то ратированные, допустим, весь модель позвоночника вправо, то внизу будут ратированы влево. Можем просто проверить. Вот точно. Вот это позвонок ратировано влево. Ну, да, может чуть-чуть спустить одежку. Так, ну, эти вот ратированные. То есть получается вот у нас ось, вот это ратировано влево, эти вправо, эти друг против друга, да? Эти вправо, эти влево. Чтобы их подкорректировать, подправить, нам нужно первый способ прямо отсюда сверху. Эти позвонки растянуть с этой стороны максимально, да? Мы уже размягчили, расслабили. А с этой стороны мы будем вставлять нижние. Ну, вообще нужно вставлять верхние сначала. Тогда мы будем воздействовать на вот эти. Для этого мы верхнюю часть вот эту всю растягиваем, расслабляем. Для этого желательно повернуть руку побольше, голову на лево и вот туда побольше прям загнуть, вот. Чтобы максимально, видите, эта часть растянулась. Теперь я буду давить вот сюда, но вверх, а эти больше вбок буду давить. У меня большие пальцы слабые, поэтому я выбираю косточку, которую буду давить у основания ладони. Вот так вот будет одновременно. На выдохе. Раз. Потом вот эти позвонки. Уперлись в них. Поддавили момент. Вот. С первого раза они могут и не встать на место. Ну, сейчас, хотя бы вроде ровнее. Чуть-чуть стало. С верхним позвонками. Я вам уже показывал в прошлом ролике, как нам поступить. Здесь, соответственно, вот этот позвонок, чтобы поставить. Нам нужно растянуть с противоположной стороны. С этой стороны. Тогда голову мы откладываем назад или даже выше в мою сторону. Да, да, да. Вот так. Еще больше, еще больше. Вот, чтобы вот эта рука совсем не мешала. Отводим ее сюда. Давить будем в позвонок, но при этом растягивать шею. Чуть-чуть стало, но еще не до конца. Вот видите, то есть бы я растягиваю верхнюю часть, верхнюю часть позвоночника. Тяну, тяну, растягиваю. Вот уже хрустнуло. Тут уже слышно было даже, да? Встало. Вот эти позвонки, ну, грудной отдел, можно еще вставить повернув человека наоборот. Повернись, пожалуйста, лицом вверх, спиной вниз. Руки кладем вот так. Ну, не желаю, просто лежат, просто лежат свободно. Вот, для этого мы положим сейчас его позвоночник осистилими отростками между своей ладонью и пальцами, да? Уперевший стол предположим тыльной стороной ладони. Ну, кому как удобнее. кто-то вот так может положить, да? Кто-то вот так. Мне иногда не хватает такого, такой высоты, да? Тогда я подкладываю руку вообще вот так, или бок на кладу, или вот кладу вот этой части на стол, а правлю большим пальцем. то есть вот такая высота получается. Что мы будем делать? Мы зажимаем верхние позвонки, которые будем поворачивать костяшками пальцев вверх, а нижний позвонок большим пальцем поворачивать вниз. Вставлять, ну, не вниз, а как бы нижний позвонок в тело, к оси ближе и вверх. Вот пока заняты трижи жир, я тебе просто верну. Вот наши будут скажи, и надо. Вот сюда я ставлю костяшки пальцев, а большой палец вот сюда, соответственно, будут поворачивать вот так. Вот так, понятно? Опрокидываю, прицелившись на стол. Сейчас подровняю. Вот. И нажать через грудь а одновременно с выдохом вставляю. Соответственно, если будет, ну, с той стороны неудобно, можем сделать то же самое с обратной стороны. Предварительно рекомендую все-таки растянуть позвоночник в верхнюю часть. Для этого можно поднять человека за голову, вот за эти верхние позвонки. Выше, выше этого скажения, да? вот я взял пальцами. Расслабься. Голова лежит на моем предплечье. Я голову насягаю сюда, отдавлю ему в грудную клетку. Можно все грудью надавить, можно рукой, но лучше грудью своей. Вот так, на выдохе. вот так, разберем случай с поясницей. Для этого поясница там самые толстые позвонки, естественно, там будет все гораздо сложнее. Кроме того, при давлении в бок вы можете обратить внимание, что вот эти вот посеточные суставы, они как бы здесь вот, наклонены сюда, но они более горизонтальны. Вот, верхних позвонков, вот они более горизонтальны. Чем мы ближе к позвоночнику, спускаемся, они становятся вертикальными. Видите, посмотрите, камеры поближе, вот тут хорошо видно, они становятся вертикальными. Соответственно, давление просто в бок будет нам осложнено, потому что каждый позвонок скреплен сегментами сверху и снизу. Здесь без скручивания не обойтись, просто ты надавишь. Соответственно, поворачивайся вот на этот бок. Ну, давай ко мне достаточку покажем. Нам там ложись на правый бок на левой. у нас получается, вот этот позвонок ушел вниз, да? Все сползло уже, потому что кожа потянулась. Вот, вот этот позвонок ушел вниз, да? Нам надо будет его поставить вверх. Для этого растянуть верхние позвонки. Так, ну, это надо будет положить пациенту на другой бок, да? не по знаке сказал, верхней ткани потратил. Ну, попытайтесь с этой стороны это снять. Коленки сжимаем ближе к груди, перпендикулярный уровень. Смотрите, если мы перпендикулярно делаем с корпусом, да, ноги, то у нас будут воздействия на нижний отдел позвонок поясницы, Хотим на более верхний отдел, ноги чуть повыше. Хотим еще вот на этот отдел, ноги еще выше. Вот так. Да, сейчас достаточно вот здесь. Вот, чтобы растянуть это место, мы должны приподнять ноги на себя. Вот, видите, там с той стороны растягиваются. Будем давить, мы же стем сюда, сейчас щупим. Вот, в этот позвонок пальцы скользят, человек потеет, поэтому обязательно используйте какие-нибудь тряпочки. И с поднятием и с небольшим поворотом в ту сторону мы будем давить. На выдохе. Так. Раз. Раз. Иной раз достаточно даже не давить, а просто мануально взять нижнюю ногу. выпрямить верхнюю ногу, взять свою руку, можно переться с животом, и немножко вот это место прощупывать позвонки, массировать своей ногой. вы почувствуете тест такой делаете, Одновременно массаж и тест чувствовать, где у него больше мобильность, где зажато, где есть какой-то спазм. позвоночник. Далее можно повернуть его весь корпус вот в эту сторону. Но, в смысле, не в эту сторону, а вот так. Но при повороте, что получается, мы этот позвонок тянем опять вверх, а нам нужно его в ту сторону рецептить. Значит, пациенту надо повернуть в противоположную сторону. И вот теперь здесь мы будем использовать элементы скрутки. Для этого их есть разный способ. Сейчас я покажу один. В следующем видеоролике покажу все остальные. Вот. Поворачивая соответственно таз в ту сторону, мы тянем нижние позвонки, тянем опять же туда, стараясь их поставить в правильном направлении. Своей рукой держи. коленку подкладываем простынку. Здесь я буду упираться в подвздошную кость. Вы понимаете, в какую эту убирающую кость. Таз максимально сюда, а позвоночек в противоположную сторону. На грудную клетку будет в противоположную сторону. Вот. Видно, что таз за собой тянет один в два позвонка нижних. еще раз держи за стул постарайся держаться все-таки. Для большего упора я сажусь вниз. Чтобы человеку не давить на лимфатические узлы, на плечо, это бывает больно, все рукой, грудной клеткой ее поворачиваю, вот на скручивание идет. Чтобы усилить скручивание, попросим пациента смотреть в противоположную стену хотя бы глазами, если голова полностью поворачиваю с глазами, или вот можешь большим пальцем сделать вот так лайк, сам сидеть, и смотри на свой большой палец. А этой рукой я упираюсь себе в живот, локтем, чтобы больше упор, и в таз человека, разворачивая его таким способом, чтобы он не просто перпендикулярно двигался, а на растяжение в разные стороны. Понимаете, дополнительно растянув. Потому что, помните, если я буду давить просто прямо, то там последшие суставы они находятся вертикально, они просто наткнутся. Поэтому надо обязательно с растяжением. Еще раз показываю. Просто подготовились на выдохе. Вот. И теперь надавили. Если нам не хватает угла наклона, можно поднять ногу выше, или даже ее чуть-чуть скинуть туда, просто придерживай. придерживай. И еще разок. Вот так вот. Ну, остальные элементы скрутки я покажу, да, ложись над спином, ой, на живот, на живот. Элементы скрутки я покажу в следующем видеоролике. Но сейчас вы должны просто запомнить еще такой момент, который я повторяю, что получается от соединения крестца с позвоночником, что ниже, мы тянем вниз, все, что выше, тянем вверх. Соответственно, исправление искажений надо начинать сверху. Починили здесь, да, потом ниже, 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 до поясницы. В пояснице наоборот, снизу, идем до перехода грудных позвонков в поясничные, и здесь уже начинаем сверху вниз. Если работал с шеей, то тоже сверху вниз. Соответственно, смотрите, что я делал сейчас, когда поворачивал бедро я в воздушную кость, да, я растягивал его вниз, вот туда, да, в противоположную сторону. И опять же вспоминайте способ, который я вам показывал, можно за обе ноги взять. Если наскручиваем, внизу не получилось, да, потом боком лежал, опять же, вот позвонок, очередной вариант, мы уже в позвонок пластиста упираемся, а его ноги поворачиваем на себя. Несколько раз ей потом опа, опа, и вставляем позвонок. Запомнили, да, то, что ниже тянем вниз и в противоположную сторону раскрываем. То, что выше, тянем в противоположную сторону вверх и раскрываем чуть-чуть с поворотом, а эти позвонки вставляем. Так, ну, а в следующем видеоролике мы рассмотрим разные варианты скрутки поясницы, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, с вами был Олег Аллаф Гудвин, до новых встреч, дорогие друзья, и приходите на тренинги, потому что по видео вы ничего не научитесь. пояснись, Продолжение следует...